В конце августа в Екатеринбурге отметят День пожилого человека. В частности, запланирован целый ряд мероприятий, которые будут посвящены обучению и профессиональной переподготовке людей в возрасте. Об этом мы сегодня подробно поговорим со специалистом городского центра занятости. У нас в гостях заместитель директора центра Ирина Шаталин. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Какие мероприятия запланированы и на кого они рассчитаны? В рамках данного мероприятия запланировано очень много мероприятий. Первое мероприятие, это, конечно же, будет осуществлен День открытых дверей на базе наших площадок по приему населению по адресу Шейкмана 22 и Комсомольская 4. Там будут проведены мероприятия, посвященные... Мероприятие будет называться «Мастерская поиска работы». Что это значит? В рамках данного мероприятия мы будем обучать граждан данной категории, как нужно правильно составить резюме для дальнейшего поиска работы. Будем их обучать, как нужно провести собеседование с работодателем. В рамках этого мероприятия мы также проведем профориентационную услугу для того, чтобы выявить, какая у них потребность на сегодняшний день в трудоустройстве. Далее, что мы можем им предложить? Мы можем их зарегистрировать у нас в качестве ищущих работу и подыскивать для них работу. В дальнейшем у нас есть такая услуга, как переобучение и повышение квалификации для граждан данной категории. Что это значит? Гражданин к нам обращается, пишет заявление, что он желает получить данную государственную услугу. И уже мы работаем с ним по востребованным профессиям на рынке труда. Что касается пожилых людей, ведь очень часто поиск работы для них это большая проблема, потому что приходится полностью перепрофилироваться, искать какие-то совершенно новые сферы для себя. Это всегда связано с переподготовкой? Насколько это сложный и дорогостоящий процесс и долгий? Нет, это абсолютно несложно и, так скажем, недорого. Все, что нужно, это к гражданину обратиться к нам и написать заявление, что он хочет получить данную услугу по переобучению. Насколько эта услуга востребована, как часто за ней обращаются? Ну, так скажем, на сегодняшний момент мы уже обучили 8 граждан данной категории, и они у нас были трудоустроены. Обучение прошло по таким направлениям, как лифтер, охранник. Было повышение квалификации по курсу 1С, предприятия, торговля, зарплаты и кадры. Все граждане после этого были трудоустроены. То есть, что для этого нужно? Это прийти к нам в Центр занятости по адресу Шейкмана, 22, либо Комсомольская, 4. Ну, и насколько охотно работодатели в Екатеринбурге сейчас принимают на работу именно пожилых людей? Может быть, есть какие-то сферы, в которых именно они пользуются наибольшим спросом и пользуются определенными привилегиями? Может быть, их берут охотнее, чем, например, молодых людей без опыта работы? Ну, вы знаете, как таковых привилегий нет. Проблем не возникает. Все, кто к нам обращается, мы все находим место работы. На тех семинарах, которые будут проводиться в рамках Дня пожилого человека, будет подниматься и достаточно болезненный вопрос касательно возрастной дискриминации на рынке труда. А насколько эта проблема действительно серьезно стоит в Екатеринбурге? Почему именно сейчас ее обсуждают? Я вам так скажу, в рамках данного мероприятия мы запланировали в сентябре месяце два больших мероприятия, грубо говоря, конференции для работодателей. Мы туда пригласим работодателей города Екатеринбурга. Наши специалисты юридического отдела проведут консультацию юридическую в плане того, чтобы работодатели не нарушали дискриминационные права граждан. То есть вот в данный момент мы же направляем граждан на собеседование к работодателю. Очень мало фактов, когда работодатели отказывают гражданину именно по возрасту. Какое количество участников, гостей ваших мероприятий вы ожидаете? Насколько эта тема действительно сейчас востребована и популярна? А наши гости это граждане. Мы нашу информацию разместили на сайте департамента по труду и занятости в разделе информация для граждан. То есть у нас информация размещена на сайтах администрации города Екатеринбурга. Информация размещена в комплексных центрах социального обслуживания и в помещениях социальной политики населения о том, что будут проводиться дни открытых дверей, ярмарки, вакансии и также профориентация, мастерские поиска работы.